Всем привет, меня зовут Андрей, это канал инвестиции в России. И в своем первом таком познавательном видео я хотел бы затронуть очень важную тему для начинающего инвестора, это с чего же начать. Когда человек приходит на биржу, он смотрит на эти цифры и графики и немножко недоумевает, что мне тут делать, с чего же мне начинать-то. Вот об этом мы сегодня поговорим. Мы рассмотрим три основных момента, подробно их рассмотрим, ну максимально простым языком, как у нас будет принято в принципе на этом канале. Это выбор цели, это откуда брать деньги и выбор брокера. Вот в принципе это самое основное, с чего надо начинать и давайте по порядку поехали. Ну и первое и самое основное, это конечно же выбор цели. Это самое первое, что надо сделать начинающему инвестору. Определиться с целью, то есть что вы хотите в принципе от своего инвестирования. Хотите вы зарабатывать здесь сейчас или работаете вы в долгую. От этого очень много зависит, от этого будет зависеть какой вид брокерскую счету вы выберете, брокерский счет там обычный релиз, какие активы будете брать, сколько денег вам необходимо инвестировать ежемесячно или там как-то вы сразу суммой войдете и так далее и так далее. Важно определить с целью, определить ваш риск профиль. Вот в принципе вот от этого можно уже отталкиваться. Это было первое. Ну все, с целью мы определились. Следующий этап это откуда же брать деньги. Это все. И тут конечно все зависит от цели. Если вы трейдер как краткосрочный инвестор, то например там инвестировать ежемесячно маленькими суммами у вас не получится. Вам лучше зайти из какой-то одной суммы и на эту сумму жить. Ну тогда вам надо всех анализ изучать и так далее. И в принципе вам этот канал особо не поможет. А если вы инвестор долгосрочный, как я, то брать деньги в принципе не так уж и сложно. Для этого необходимо использовать одно простое правило. Заплати сначала себе. То есть получаем заплату и такой доход, если вы предприниматель. И изначально, прежде чем оплатить коммуналку и так далее, там все остальные вещи, садики, машины, нужно сразу отложить на биржу и все. И забыть про эти деньги. Ну ту сумму, которая будет для вас безболезненна, так скажем. Безболезненна. Чтоб вы потом не жалели, что вам теперь не хватает на еду. А если вы, например, там курите или любите вечерами попить пивко на диванчике перед телевизором, то вам вообще проще всех. Вы просто перестаете эти вещи негативные делать. Вот у вас высвобождается большое количество денег. Вот в принципе и все. Вот отсюда деньги и брать. Идем дальше. Мы определились целью, определили свой риск профиль, нашли источники финансирования. Теперь нам важно понять, где мы будем покупать эти все активы. Покупать мы их будем на бирже, конечно же, через брокера. Выбор брокера важен. Тут нужно в первую очередь обратить внимание на удобство мобильного приложения, на размер комиссии, на набор инструментов. В наборе инструментов самое важное, по моему мнению, это есть ли доступ к СПБ бирже и есть ли возможность покупать одну единицу валюты вместо тысячи. Доступ к московской бирже есть в принципе у всех. Также важно понимать, что выбрав брокера, вы никогда не будете на 100% уверены, что теперь вы с ним навсегда нет. События на Украине показали, что даже самые устойчивые, самые там государственные банки попадают под санкции и у брокеров начались проблемы. Вот в принципе и все, о чем я хотел с вами сегодня поделиться. Это, я считаю, самое важное для начинающего инвестора. Если у вас остались вопросы, напишите в комментариях, я с удовольствием отвечу. Если вы с чем-то не согласны, тоже напишите, я с удовольствием подискутирую на эту тему. Если вам понравилось, поставьте лайк. Ну а так, до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok